Здравствуйте! В эфире новости в студии Алия Сякинфеева. Сегодня в выпуске. Отопительный сезон стартовал. Готовность коммунальных служб к зиме обсуждали на еженедельном оперативном совещании. Призвание учить профессиональный праздник отметили педагоги Серпухова. В режиме ЧУЭС как прошли учения спасательных служб на железнодорожной станции. О работе портала Добродел в начале отопительного сезона и реализации программы «Светлый город» говорили на оперативном совещании в администрации Серпухова. Провела его глава муниципалитета Юлия Купецкая. Почти полторы тысячи обращений за сентябрь. Портал Добродел пользуется популярностью среди горожан. Люди пишут о нарушениях правил уборки, о неисправных фонарях освещения, о ненадлежащем состоянии детских площадок, мусорных контейнеров, дорог. Просят установить урны во дворах, провести озеленение. Наблюдается уменьшение повторных обращений граждан на 10%. В сентябре 2019 года 493 обращения поступило повторно. В аналогичный период прошлого года 551. Более половины поступивших повторных обращений – это задачи, требующие финансовых затрат, которые не предусмотрены в бюджете этого года, но решение их откладывается на поздний срок и включается в план работы следующих временных периодов. Если вы своевременно будете доводить информацию, выставлять информационные щиты, размещать в средствах массовой информации планы на текущий год, на 2020 год, обращений жителей будет в разы меньше, потому что у них будет доступ к той информации, которую они хотят услышать. А жители хотят зачастую самого простого – узнать, когда в их дворе будут установлены детские игровые площадки, когда в их дворе будет произведен ремонт тротуара или подъездной дороги и так далее. Поэтому обратите внимание на то, насколько мы плотно общаемся с жителями и насколько мы доводим ту информацию, которую они хотят услышать. Отопительный сезон в Серпухове начался на прошлой неделе. Сегодня на совещании доложили о проведенной работе по подготовке к запуску отопления в жилые дома объекта социально-образовательной сферы. Все 59 насосных станций подготовлены к эксплуатации в осенний-зимний период. Перекладка водопроводных сетей выполнена в деревнях Васильевская, Пущино-Нанаре, Лукьяново, Михайловке, Большом Грызлове, Большой Городне, Рогово, а также по улице Весенний и в посёлке Шарапово-Охота. Все 59 котельных готовы к зимнему периоду, что составляет 100%. Проведено гидравлические испытания и подготовлено к отопительным сезонам 195,4 километров тепловых сетей. В 2019 году проведены следующие мероприятия. Капитальный ремонт тепловой сети на котелях 50, 38, 8, 1, 54, 30, посёлок Пролетарский. Выполнен капитальный ремонт тепловых сетей посёлок Большевик, посёлок Липец, котельная 21. В Оболенске запущена силами «Газпромтеплоэнерго» частная котельная ООО «Фаворит». В конце августа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций она была передана в управление теплоснабжающей организации. Жилые дома на сегодняшний день отапливаются от данной котельной. В городском округе сегодня 1508 многоквартирных домов, из них большая часть, с центральной системой отопления. Почти во все дома тепло подано. На сегодняшний день в трёх многоквартирных домах с центральной системой отопления не подан теплоноситель по следующим причинам. Адреса – это Северная площадь 7, рабочий посёлок Борис, Осенний Бульвар 8 и Осенний Бульвар 10. Данные дома находятся в капитальном ремонте по инженерным системам. Северная площадь 7, работы закончены на вчерашний день. Сегодня в 10 часов происходит пуск, объявления развесили. В ночь пускать не стали, дабы избежать порывов. По Осеннему Бульвару 8 и 10 объявления развешены, работы в настоящее время закончены. Запуск будет после 14 часов. Сегодня работы только закончили и запускают. В адрес фонда капитального ремонта администрация направила обращение с претензиями по вопросу неисполнения графиков по капремонту внутренних инженерных систем. Третий вопрос совещания – реализация программы «Светлый город», задача которой – убрать недосвещенные места, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Стоимость работ в этом году составляет 110 миллионов рублей, из них 93 – из региональной казны. Дополнительно городскому округу Серпух выделено ассигнование на архитектурно-художественную подсветку двух объектов. Фасад здания 241 на привальзальной площади по улице Ворошилова и фасад здания Дома культуры России. Порядка 10 миллионов, что позволит выглядеть городу еще более привлекательней как для гостей, так и для горожан. Сейчас наружное освещение монтируют на четырех благоустроенных пешеходных зонах. В территориальных отделах запланировано установить почти 500 топор, 2,5 тысячи светильников. В Оболенске уже появилось 270 светильников, 47 новых опор. В Васильевском территориальном отделе тоже все работы завершены. В Донковском, Липецком и Дашковском пока частично. В Калиновском только начали установку и замену. В Пролетарском подрядная организация, выигравшая аукцион, на работы не вышла. В связи с чем контракт был расторгнут. В настоящий момент проводится новый аукцион на определение другой подрядной организации. Глава муниципалитета дала указание проработать план реализации программы «Светлый город» на следующий год. Давайте мы сейчас обозначим определенный алгоритм для того, чтобы и мы с Вами понимали, и жители понимали, как попасть в программу и начальники территориальных отделов, в программу «Светлый город» и включить те населенные пункты, в которых действительно требуется освещение. Мы с Вами по последнему, последнее, что мне приходит на память, то есть система доброделы, то, что у нас жители, если не ошибаюсь, деревни Калуги написали, когда мы осветили одну сторону улицы, одну сторону деревни, но при этом не осветили другую сторону, и мы получили критически, наверное, действительно справедливое замечание о том, почему мы так однобоко, односторонне рассмотрели эту ситуацию. Чтобы таких ситуаций не возникало, повторила Юлия Купецкая, нужно встречаться с жителями и с ними согласовывать виды работ. Сегодня на оперативном совещании глава муниципалитета вручила награду от губернатора Андрея Воробьева людям, проявившим себя в своей профессии и в общественной деятельности. За многолетний добросовестный труд, большую общественную деятельность знаком губернатора Московской области отмечен почетный гражданин городского округа Михаил Шелудюков. За высокий профессионализм в работе благодарственные письма получили два сотрудника предприятий города. Кроме того, на днях Всероссийский общественный наблюдательный совет при Межрегиональном центре качества и инновации подвел итоги конкурса Всероссийского признания. Лучшие руководители Российской Федерации. Дипломы и сертификаты получили директор губернского колледжа Александр Лысиков и директор завода РОТЭП Марат Изгуддинов. На конкретном примере очередное заседание Совета по промышленности прошло не за круглым столом, а в формате выездной встречи на производственных территориях. В центре внимания деятельность Тельхоз, предприятие Дашковка, его достижения и проблемы. Какие из них удалось решить в ходе встречи и на что обратила внимание глава муниципалитета, смотрите далее. В большом автобусе почти нет свободных мест. Маршрут обзорной экскурсии для членов Совета по промышленности такой. От угодья, где завершается уборочная страда, ремонтные базы машино-тракторного парка до животноводческого комплекса. Директор Дашковки рассказывает, как выстроена работа на его сельхозпредприятии, обращая внимание и на целый ряд вопросов. В таких ангарах бережно хранят овощи. Особая гордость – эти, рассчитанные на 16 тысяч тонн, оборудованы холодильниками. На сегодняшний день ОАО «Дашковка» является лидером овощеводства не только Подмосковье, но и России. В год производится до 20 тысяч тонн моркови, капусты, свеклы и картофеля. Этого достаточно, чтобы обеспечить больше половины населения городского округа. Экологически чистая продукция, что подтверждает реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, куда внесена «Дашковка». Но сетевые магазины не жаждут сотрудничать с местными производителями, отмечает Виктор Таранин. И не только вопрос цены в приоритете. Крупные кочуны капусты, свеклы сетевики забраковывают, объясняя тем, что на прилавок их магазинов должны попадать овощи только среднего размера. Вот можете посмотреть, вот такие у нас проходы. Я раньше работал начальником управления хранения главкой, вот было 28 баз в Москве, вот я как раз смотрел за этим хранением. Но это считается крупное? И вот это сеть должны брать? Крупное, вот это крупное, вот крупное, вот это, вот это, вот это, а такой вот это, вот это. Вот проценты, 30 процентов наберется вот такой, который вот они нужны. И они ее прямо отбирают, да? Возвращают машину полностью назад. А это сортировочный цех и цех фасовки. Картофель с изъянами не попадает в сетки, гарантирует производитель. Здесь разговор заходит и о себестоимости, и о зарплате работников. Дорожает горючее, минеральное удобрение, а закупочная стоимость овощей практически не меняется. Кроме того, субсидии Дашковка получает минимальные, по словам генерального директора, поэтому значительного роста зарплаты пока не происходит. На территории животноводческого комплекса речь идет о выращивании коров и производстве молока. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота предприятие насчитывает около полутора тысячу животных. Почти половина из них – дойное стадо. Вот они – статные особи с необычными кличками. Дума, Таруса, Жрица, Берегиня. Имя уже бригадир здесь на месте. Бригадир уже может… Это зависит от фантазии бригадиры. Рацион здесь сила. 14 килограмм кукурузы, 14 килограмм сенаж. Молоко мы производим в день около 13,5 тысяч тонн в сутки. За год мы 5,5 тысяч тонн производим. Что также, если бы мы реализовывали только в Сербхове, то могли бы обеспечить на 65% населения. Дойка в Дашковке механизированная. Коров обслуживают роботы. Доильные аппараты передвигаются по рельсам, самостоятельно подключаются. И когда корова выдается, тоже отключаются. Роль доярки сводится к набору номера животного, а сервис компьютерной программы позволяет узнать, сколько молока дает та или иная корова. Заводят их в помещение, где установлены 6-тонные емкости. Все собранное молоко сливается в них. Потом оно отфильтровывается, выдерживает первичную обработку, охлаждается до 4 градусов. Основная проблема – это именно реализация. И мы сегодня с главой разговаривали, которая обещала нам в этом вопросе содействовать. Потому что нам действительно основная проблема – это реализация. Но все проблемы решаемы, подчеркнула глава Юлия Купецкая. У АО «Дашковка» в прошлом совхоз «Большевик» образована в 1929 году, в период коллективизации сельского хозяйства страны, для обеспечения жителей столицы и области картофелем, овощами и молоком. Совхоз «Большевик» за достижения в сельскохозяйственном производстве в свое время был награжден орденом Ленина. Сохранить предприятие, где сегодня трудится свыше 300 человек, и поддержать необходимо. Мы, как город, должны помогать в решении многих вопросов. Обсудили вопросы подъездных путей, потому что наши люди, люди из города, работают на этих объектах. Мы действительно моменты доставки должны сделать комфортные. Если мы говорим о реализации продукции, то, наверное, мы должны предусмотреть в городском округе все возможности, чтобы, во-первых, товаропроизводители могли реализовать себя полностью, а, во-вторых, жители могли приобретать ту продукцию, которая производится у нас. Заседание Совета по промышленности в формате таких выездных встреч оправдывает себя. Руководители предприятий, компаний, предприниматели могут не просто обмениваться опытом, но прямо на месте решать как общие для многих проблемы, так и очень частные. Получить ответы на волнующие вопросы у представителей администрации. Те, кто дарит тепло и знания детям. Сегодня в городском театре честовали серпуховских учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования. В торжественной обстановке памятные награды вручили тем, кто выбрал эту почетную, но очень непростую профессию. Рассказывает наш корреспондент. Зал Серпуховского музыкально-драматического театра полон. На торжественном собрании присутствуют молодые энергичные ребята, только начинающие путь в этой профессии. И люди с большим стажем педагогической работы, который насчитывает не один десяток лет. Все они решили посвятить свою жизнь детям, их образованию, развитию, воспитанию. С поздравлениями к педагогам обратилась глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая. Педагог, учитель – это призвание. Это человек, который полностью себя отдает для того, чтобы научить других жить, любить, чувствовать, воспринимать окружающую среду, заботиться о старших поколениях. Спасибо вам за то, что вы вкладываете свою душу в развитие подрастающего поколения, той молодежи, в руках которой будущее России, будущее нашего региона. Глава муниципалитета вручила педагогам благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева, грамоты Министерства образования и ценные подарки. Знаком отличия князь Серпуховский Владимир Храбрый наградили директоры учебно-методического центра Нелли Заборскую. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе пролетарской школы Елене Климовой присвоили почетное звание «Заслуженный работник общего образования Московской области». Педагог с 24-летним стажем уверен, что учители его труд – основа любого общества. Я считаю, что, вероятно, скоро мода на вот эти электронные доски, на компьютеры, она все равно уйдет. Это будет все не на первом плане. И в любом случае учить его руки, его взгляды, его слово всегда будет на первом месте. Несколько педагогов также получили в этот день сертификаты на служебное жилье, долгожданное событие и приятный подарок к празднику. Это очень приятно, это большой подарок для меня и для моей семьи. Квартиру видела, очень хорошая квартира, да. Находится она улица Центральная, новая планировка, двухкомнатная. Все в отличном состоянии. Поздравил педагогов и председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Игорь Ермаков. Он вручил учителям и воспитателям благодарственные письма от Московской областной думы. Не забыли в этот день и о педагогах, ветеранах. Тех, кто на протяжении десятков лет занимался учением и воспитанием детей. Бывшего директора школы номер 11 Лидию Шкану в общий стаж работы, который насчитывает 55 лет, зал приветствовал стоя. Дети всегда есть дети. Всегда есть шаловливые, всегда есть послушные. Ну, сейчас, может быть, они более информированные. А так, я считаю, дети – это любовь моя. Отличным подарком для педагогов и дополнением к празднику стало выступление вокального коллектива «Доктор Ватсон». День учителя – еще один повод поблагодарить педагогов за их ежедневный труд. С праздником серпуховских преподавателей поздравили и ученики, участники проекта «Школьное телевидение». Дорогие учителя, ваш профессиональный праздник – прекрасный повод сказать вам спасибо за ваш труд и терпение. Повод вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас быть добрыми, гуманными, справедливыми. Чему вас научил первый учитель? Очень многому. Особенно он научил дружбе. Дважды два и прочее. Учили быть уважительными, скромными. Хорошему поведению, дружбе в школе. Часто ли вам ставили двойки? Да. А за что? За то, что не выучил домашнее задание. Я тоже не помню ни одной двойки. Вот честное слово, не помню. Да, частенько. А за что? За отличное поведение. Почему сложно быть учителем? Учителем? Ну, это большая ответственность, я считаю. Ну, потому что мы тяжелые очень дети. Общение с детьми – это большой, колоссальный труд. Воспитание детей. А учитель по какому предмету вам запомнился больше всего и почему? Учитель математики. А почему? Ну, я не знаю, наверное, как-то доходчиво все объясняла. Обожала учительницу немецкого языка и химии. И любила очень эти предметы. Наверное, по математике. Это была такая у нас специфическая учительница. Она была строгая, очень строгая у нас. Но при этом она очень многому нас научила, за что мы, конечно, очень неблагодарны. Учители – гордое звание, которое по жизни несут только самые заслушанные и достойные. Роль учителя не менее важна, чем родителей, бабушек и дедушек. Вы нам нужны. Вы нам даете знания. Дорогие учителя, вы прививаете нам лучшие человеческие качества. Поздравляем и желаем крепких нервов, здоровья и порой даже мужества. Желаем массу невероятных идей, чтобы ваша деятельность приносила удовольствие и душевную гармонию. Желаем, чтобы даже самые нерадивые ученики начали приходить на урок подготовленными. Желаем вам достойных условий труда и прекрасных коллег. Желаем родителей, которые будут понимать важность образования. Желаю вам прилежных учеников, которые будут восторженно слушать вас. Отличного самочувствия вам и простого человеческого счастья. Спасибо вам за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда останутся в наших мыслях. А ваша доброта в наших сердцах. Поздравляем! Сегодня в Серпухове ликвидировали последствия утечки серной кислоты из вагона цистерны железнодорожного состава. Такова легенда учений по гражданской обороне. К месту происшествия приехали спасатели, пожарные и полицейские, сотрудники РЖД, медики и представители исполнительной власти. За слаженностью действий всех служб наблюдала наша съемочная группа. Серпухов, Д.С.П. Сафонова, здравствуйте. На станции Серпухов, путь номер 66, вагон 570-11-827, обнаружен розлив жидкости с характерным запахом серной кислоты. Заезд со стороны улицы Дежидонского. Дежурный по станции сообщает о чрезвычайной ситуации в единую дежурную диспетчерскую службу. Вагон с протечкой токсичной жидкости отцепляют от состава и отгоняют на запасной путь. В сжатые сроки к месту происшествия приезжают представители различных служб. Чуть позже прибывают восстановительные и пожарные поезда РЖД. Серпуховские спасатели в специальном снаряжении первыми осматривают территорию, локализуют условное место утечки серной кислоты. Чтобы токсичное облако не двигалось в сторону жилого микрорайона, вокруг цистерны организовывается водяная завеса. До прибытия выездной аварийно-спасательной бригады. Время подъезда силы и средств у нас порядка 10 минут. Поэтому все подразделения оперативные, у нас прибывают уже, это уже сложилось, и это норматив, который мы обязаны выполнить. Поэтому 10 минут для нас это норматив, который мы выполняем безусловно. Ну, конечно, подразделения Московской железной дороги, у них подъездное время гораздо больше, поэтому мы должны обеспечить работу до их приезда. Восстановительный поезд оборудован мощным краном грузоподъемностью 50 тонн. В случае необходимости он может поднять сошедший с рельс вагон. Разобрать завалы, восстановить подвижность железнодорожного состава. Пожарный поезд выполняет другие не менее важные функции. Пожарный поезд доставляет порядка 120 кубов воды, которую можем применять в любое время, несмотря на то, что мороз, не мороз, лето, не лето. Для этого оборудование поезда подразумевает незамерзающую воду. Чтобы наши сотрудники понимали их возможности, как применять. Вот это и актуально на сегодняшних учениях. Мы все это будем рассматривать и использовать. Все поезда нового поколения оснащены новейшей электроникой, дополнительными функциями для ликвидации последствий не только чрезвычайных ситуаций, но и тушения пожаров. Специалисты устанавливают на место протечки цистерны магнитную заплатку. Рядом отрабатывают еще одну методику ликвидации протечки. Аварийный вагон готов к транспортировке. Участники штабной тренировки подводят итог проделанной работы и ставят ей оценку удовлетворительно. Наиболее актуальными проблемами дорожной безопасности по-прежнему остаются дисциплины водителей и пешеходов. На очередном заседании комиссии в администрации городского округа рассмотрели почти 30 вопросов. Большинство из них касались ситуации, возникших на территории бывших сельских поселений. Сейчас все размило. Идти невозможно. Мы прыгаем, извините за выражение, как козочки, чтобы просто дойти до своего поворота от остановки. Жителям Рыблова до автобусной остановки сегодня добраться непросто и небезопасно. Тротуар на федеральной трассе не предусмотрен. Кардинально решить проблему сразу не получится, поэтому члены комиссии предлагают в ближайшее время обустроить пешеходную дорожку. И сделаем отсыпку, и сделаем так, чтобы вы сейчас ходили уже не по проезжей части, а хотя бы за отбойниками, и тем самым у вас будет обеспечиваться ваша безопасность. А по поводу уже чистки, это значит, что это уже следующий вопрос, который мы будем думать, как чтобы вы ходили, чтобы вы ходили зимой, и чтобы дорога была расчищена. В перспективе здесь появится и пешеходный переход, и светофор. Из-за отсутствия тротуара на улице Калинина в селе Липеце также невозможно сразу решить вопрос безопасности передвижения пешеходов. Жители обратились в комиссию с просьбой обустроить пешеходный переход у 32-го дома. Ближайшие находятся в 800 метрах. Члены комиссии нашли альтернативный вариант. Обочина-то она широкая, я имею в виду в том, что она ничем, ну просто она покрытие грунтовое, она же не упирается в деревья или в какую-то стену. Просто это лучше будет, чем вообще не будет перехода. Так люди переходят, где попало, а так они будут определены определенным местом. И оно будет оборудовано знаками, со всеми там светочащие. Человек будет уже как-то, который будет, я имею в виду на автомобиле, он будет притормаживать. Еще более сложной ситуацией оказалась в деревне Скрылья. 88-й дом, расположенный на повороте дороги, стал заложником недисциплинированных водителей. При движении со стороны Глазова регулярно, пару-тройку раз в год машины врезаются в дом номер 88. Несколько раз уже делал и восстанавливал и ворота, и заборы. Был случай, что автомобиль ехал в фонарный столбик. А знак ограничения там какой? Есть дополнительный? Знака нет, не ограничения, нет знака крутого поворота, нет знака першивания. Давайте поставим знаки, нужно, и ДН мы не можем на всех дорогах, поймите, поставить. В Скрыльях, помимо упреждающих знаков, установят и барьерное ограждение у 88-го дома. Проблемных дорог в Серпухове становится все меньше, но появляется другая проблема. Как заставить водителей-лихачей избавлять скорость на улицах в черте населенных пунктов? Из 28 рассмотренных на заседании комиссии вопросов, 16 касались установки на дорогах искусственных неровностей, ограничивающих скорость. В семье серпуховских павлинов пополнение. К шести бронзовым скульптурам, театра, у спортсмену, храброму художнику, следопыту, умнику, сегодня присоединился еще и повар. Новорожденного павлинчика установили у ресторана в парке имени Олега Степанова. Бронзовые малыши стали частью городского квеста «Семья павлинов». Каждая скульптура уникальна. Павлинчики располагаются вблизи культурных, развлекательных, спортивных точек городского округа. И каждый уважающий себя турист, посетивший город Дэй Серпухович, обязательно встретится с семейством пернатых, когда будет осматривать достопримечательности Серпухова. Когда с управляющей компанией согласия нет. Вторую неделю в пятиэтажке по улице Российской дышать нечем. Подвал затоплен калензационными стоками. На жалобы, по словам жителей, управляющая компания райкомсервис должным образом не реагирует. Так ли это, пыталась выяснить наша съемочная группа. То, что с канализацией в 69-м доме неблагополучно, ощущается уже во дворе. Без противогаза сюда лучше не заходить, предупреждают его жители. Несвежекрашенными стенами пахнет и в подъездах, где недавно закончился ремонт. «Просто невозможно. Это вонище. У нас везде щели жуткие. И все это из подвала идет в квартиру. Открываешь окно, соответственно, запах идет опять в квартиру». Я вызывала сантехников, они приходили, я им сказала, они что-то сказали, мы там все сделали, это все будет уходить. Как оно было, так и есть. Я вчера звонила. Эпицентр дурного запаха действительно в подвале. Здесь из-за засора в канализационных сетях две недели назад произошло подтопление. Вонючие стоки, которые, по заверениям коммунальщиков, уже откачаны насосом, по-прежнему можно видеть, а главное ощущать по запаху в подвале. Он сказал, что там памперсы, я говорю, а что вы от памперсов не очищаете канализацию? В свою очередь у сантехников, управляющих компанией к жителям, назрел вопрос. Зачем в унитаз бросать памперсы и огурцы? Засор был три раза подряд. Сначала мы прочистили, поставили насосы. Семь минуты, семь минуты, засор, опять мы прочистили, поставили насос, откачивали. Итак, три дня. Вот, откачиваем памперсы, арбузные порты, колени, которые сейчас, в этот год, в колени. Там находятся насосы, которые скачают эту фекальную воду. Сегодня будем скачивать до победного конца. Если будет нужно скачивать до шести, до семи, до восьми вечера, значит, мы будем скачать до шести, до семи, до восьми вечера. Я думаю, что завтра уже этой воды не будет проблем. Так что получается, что в дурно пахнущей истории, которая приключилась в 69-м доме, есть вина и самих жителей. Тех, кто забывает, что унитаз не мусоропровод. В определенной степени обитателям многоэтажки наказали сами себя. На этот были засуры и раньше? Один раз за 33 года. А после приезда съемочной группы во второй половине дня из подвала 69-го дома откачали все имевшиеся зловонные стоки, провели дезинфекцию и запахи стали меньше. Так что при желании и должном контроле руководства управляющей компании проблему можно было решить раньше. И волшебная сила телевидения не понадобилась бы. На футбольном поле Дворца спорта «Надежда» в большевике прошел заключительный тур соревнований по футболу среди мужских команд в формате 8 на 8. В турнире принимали участие 7 команд. Самыми удачливыми стали хозяева поля. Второе место у представителей поселка Пролетарский. Третий в итоге футболист из Донков. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий. Удачи вам и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!